Это новости на канале НСК 49 в студии Татьяна Учукжанина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Тепло в домам. Готовы ли к зиме ТЭЦ и тепловые магистрали города? Избежать болезни. День борьбы с диабетом прошел в Новосибирске. В семью на каникулы, на новогодние праздники можно пригласить ребенка из детского дома. А теперь я и мои коллеги расскажем более подробно о главных событиях дня. Предварительные итоги 2019 года по инвестиционным, ремонтным и экологическим программам, объемам реализации тепловой и электрической энергии на новосибирских ТЭЦ подвели в сибирской генерирующей компании. Наша съемочная группа побывала на ТЭЦ-4, где получила не только исчерпывающую информацию по данным вопросам, но и узнала, кто в ответе за холод в нашей квартире, если вдруг остыли радиаторы отопления. Новосибирский ТЭЦ за 10 месяцев этого года выработали 8,5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии и порядка 9 миллионов гигакалорий энергии тепловой. Чтобы график снабжения сибирской столицы этими благами цивилизации выдерживался и впредь компания СГК реализует специальные программы. Ремонтная с бюджетом чуть более 2 миллиардов рублей предусматривает капитальные и текущие работы. 10% из этой суммы у нас пошло на экологию. Соответственно, мы выполнили в полном объеме все текущие капитальные ремонты. Станции у нас готовы полностью к зиме. Отопительный сезон начался, тепловые сети на циркуляции, с горячим водоснабжением потребители обеспечены теплом и электроэнергией. Еще около 700 миллионов рублей были инвестированы в производство, а именно на реконструкцию и модернизацию основного испомогательного оборудования ТЭЦ, включая все три вида газоочистки. И даже если из трубы вдруг пошел черный дым, это не значит, что фильтры перестали работать. Просто к основному виду топлива, углю добавили мазух. Также специалисты СГК объяснили, где стоит искать причину холодных батарей и топления в квартире, в случае, если их график подачи тепла не нарушался. Нас мониторят диспетчера собственные, нас мониторят диспетчера городские. За нами четко смотрят Ростехнадзор. И любые отклонения, если они, не дай бог, возникают, то, конечно, нам приходится объясняться. Но здесь, я думаю, лукавят больше управляющие компании. Вот и ТЭЦ-4. В настоящее время выдает то количество тепла, ту температуру теплоносителя, которые заложены в графике, составленном исходя из погодных условий. На данный момент станция работает в штатном режиме. Циркуляция по зоне ТЭЦ-4 составляет 11 тысяч кубометров. График выдерживается. Поэтому у всех 250 тысяч жителей Новосибирска, чьи дома находятся в зоне ТЭЦ-4, в квартирах должно быть тепло и уютно. Впрочем, отмечает в СГК, в настоящее время такой микроклимат просто обязан быть и во всем городе, так как все станции работают в штатном режиме. Эта болезнь в своей сети затягивает все больше и больше людей, и вылечить ее нельзя. Подкрадывается она незаметно, и только бдительное наблюдение за своим здоровьем поможет предотвратить коварные последствия. Всемирный день сахарного диабета прошел в Новосибирске. Подробнее в следующем сюжете. Всемирный день борьбы с сахарным диабетом отмечается ежегодно 14 ноября. В этот день родился канадский врач и физиолог Фредерик Бантинг. Совместно с Джоном Маклиундом и Чарльзом Бестоном Бантинг открыл инсулин, который стал спасением для множества людей. Тема Всемирного дня борьбы с диабетом 2019 года – семья и диабет. А в Новосибирске на этот раз тема немного отличается. Отсутствие доверительных отношений между пациентом и врачом. Именно так называется конференция, которая состоялась в ГПНТБ. В этом году мы решили поработать на выстраивании взаимоотношений между врачом и пациентом. К сожалению, сегодня утеряно чувство уважения между врачом и пациентом. А мы прекрасно понимаем, что без взаимного чувства уважения, без доверительных отношений невозможно никакое лечение. В следствии сегодняшней ситуации, открытой и доступной информацией, люди принимают решение, что в существующих проблемах виноват доктор. И очень редко говорят фразу «спасибо, доктор», забывая при этом, что поставленный диагноз, когда он попадает в больницу, как правило, поставлен правильно. В России, по данным Росстата, порядка 4 миллионов больных диабетом. Согласно результатам исследований, у 24% взрослого населения в России имеется преддиабет. Это высокая степень вероятности возникновения сахарного диабета. У 5% сахарный диабет второго типа, причем более половины из них не знают о наличии этого заболевания у себя. Он не передается генетически, нет. Есть наследственная предрасположенность и разные типы диабета. Первый тип – это, в общем-то, непредсказуемый заболевание может этим заболеванием. Любой – это там, где инсулин нужен обязательно, и гибнет бета-клетка поджелудочной железы. Сахарный диабет второго типа, он связан с повышенной массой тела, с ожирением, с гиподинамией, ну и с экологией в том числе. Сегодня полностью вылечить сахарный диабет нельзя, однако его можно контролировать, чтобы жить полноценной жизнью. Если своевременно узнать о риске возникновения болезни, то можно попытаться ее предотвратить. И, как говорится, будьте здоровы, живите долго и счастливо. Жить и воспитываться в семье мечтают дети по разным причинам, утратившие родителей, их любовь, заботу и внимание. Подарить таким детям новогоднюю сказку и настоящий семейный отдых призывают горожан. В Новосибирске стартовала традиционная зимняя акция – каникулы в семьях горожан, благодаря которой дети, оставшиеся без попечения родителей, могут найти семью. В настоящее время в трех городских центрах помощи детям воспитываются 128 ребятишек. Каждый из них рад получить яркие впечатления от семейного отдыха. В центре «Жемчужина» приглашения на каникулы ждут 26 ребят. Я думаю, что в преддверии Нового года каждый ребенок ждет необыкновенного чуда. И мы, взрослые, можем сделать чудо для наших ребят, взяв ребенка к себе в семью. Александр и Татьяна Сильнягины из села Венгерово – приемные родители со стажем. Несмотря на то, что у них своих родных пятеро детей. Первую девочку из детского дома они взяли в семью больше четырех лет назад. Светланку мы старшую привозили. Мы ее на каникулы новогодние привозили. Она у нас была. Вадима так на гостевой режим привозили. Пообщались, понравилось. И решили остаться вместе. Затем взяли еще одного малыша. Итого у Сильнягиных – три приемных ребенка и пять своих. Глава семьи работает водителем. Его жена – домохозяйка. Чтобы всех прокормить, сидеть сложа руки не приходится. У нас хозяйство, трактора. Все это мы делаем. Сено косим. Все это. Все приготовляем сами. С ребятишком. Коровы, свиньи. Все у нас есть. Вечки есть. Все. Пока старшие вместе с родителями управляются по хозяйству, девятилетний Вадим присматривает за младшим братом. Иногда мы так заиграемся, что я один раз не заметила, а он уже спал. Вадиму повезло. У него уже есть большая дружная семья. Еще одна девочка ждет, когда покинет стены детского дома. Лена уже один раз была в гостях у потенциальных родителей и очень хочет увидеться с ними снова. Да, мне понравилось. Я гуляла на свежем воздухе, гуляла с собакой, смотрела фильмы с родителями, ходила к бабушке. Есть дети, у которых родители, к счастью, живы, но испытывают временные трудности. Сотрудники центра помогают преодолеть таким семьям сложной жизненной ситуации. И тогда ребенка удается вернуть в кровную семью. Мама добрая, хорошая. Там еще она, там еще трое маленьких бегают дома. Хорошо, когда близкие родственники могут забрать к себе ребенка. Так, например, у Леши ближе брата родного человека нет. А ты бы хотел жить куда-то? Да. Наверное. Но, к сожалению, далеко не у всех детей есть родственники, готовые взять на себя заботу о ребенке, подарить ему тепло и внимание. А ведь каждый ребенок в любом возрасте мечтает о родителях. Чтобы они меня приняли такой, какая я есть, на самом деле. Прям с теплыми, там, душевными руками, объятиями. О том, как взять ребенка на каникулы в семью, можно узнать, обратившись в отдел опеки и попечительства администрации своего района. Акция «Каникулы в семьях горожан» за предыдущие годы помогла многим маленьким жителям нашего города не только погостить у новосибирцев, но и обрести свою семью. Президента Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов Андрея Радаева жестоко избили в центре Новосибирска. Наша съемочная группа встретилась с пострадавшим, который также является общественным деятелем и предпринимателем, и выяснила все обстоятельства происшествия, а также и возможные причины нападения. Александр Булдаков продолжит. Все случилось в центральном районе Новосибирска примерно в половине седьмого часа вечера 12 ноября на парковке около бизнес-центра по адресу улица Фрудзе, 86. Вот что нам рассказал Андрей Радаев, который является не только президентом Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов, но и руководителем коммерческого предприятия, а также он входит в руководящий состав региональных отделений организации «Опора России» и «Всероссийский народный фронт». Когда после работы мужчина подошел к своему автомобилю, то, бросив портфель на переднее сидение, полез на заднее за щеткой, чтобы смести снег с машины. И когда обратно уже вылазил, я услышал эти шаги, вот этот вот шелест какой-то куртки там, да, и, ну, начал вот так через бок поворачиваться. В этот момент мне сразу же в лицо плеснули перцем, вот, прям очень хорошо я помню это ощущение, конечно. И сразу же был в этот же момент нанесен просто дичайший удар по голове, вот так вот, у меня даже шапочка, видите, отпечаталась на лбу. Били два человека, вспоминает Андрей Радаев, которые на одном ударе не остановились и продолжили избивать человека, слепленного перцовым газом. Такой был сильный удар, вот так по диагонали, то есть бровь рассечена, глаз, глаз вот сегодня только открылся, ну, потом еще удар, я так понимаю, что вот у меня рассечение изнутри губы, вот здесь вот, ну, вот, оно даже снаружи есть, да, рассечение. Здесь какие-то удары, темень, ну, в какой-то момент я подсел, по всей видимости, потому что колено очень сильно болит, и нанесли удар сверху, у меня большая гематома на голове. Почему нападавшие вдруг убежали, даже не взяв его сумку с ноутбуком, Андрей не знает. Только предполагает, что, возможно, он кричал, либо кто-то другой спугнул преступников. Сам же Радаев, собравшись с силами, вернулся обратно в бизнес-центр. Там оказала ему первую помощь девушка-бориста, которая готовилась закрывать кофе-точку. Я его сразу усадила на стул, дала свой стул, который у нас здесь раскладной, вынесла его туда, посадила, взяла полотно, которое у нас есть, чистое, дала, чтобы он закрыл рану, чтобы остановить кровотечение хотя бы немного. И это ненормально. В 21 веке вот так просто, да, в центре города просто так взяли и напали на человека, ни за что, ни про что. Потом на первом этаже бизнес-центра столпился народ. Вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшего увезли медики с закрытой черепно-мозговой травмой. И на этом все закончилось. Написал заявление в ВВД. Ну вот сегодня только начались, два дня прошло, только сегодня какой-то один сотрудник со мной связался. Вот приехал участковый, все. Больше никаких движений нет, никто меня не опрашивал. И записи с камер видеонаблюдения не смотрели, хотя здесь все в камерах. Этих людей видели, до этого выходили сотрудники наши, значит, видели, что возле машины, ну вот здесь неподалеку, пару каких-то ребят, ну, стояли, явно кого-то ждали. Была ли это неудавшаяся попытка ограбления или Андрея Радаева избивали целенаправленно, сам он сказать не может. Надеется, что полиция все же поймает нападавших и у них спросит. А пока президент Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов обращается ко всем новосибирцам с просьбой сообщить, если вдруг кто-то стал свидетелем этого происшествия или участок у дома номер 86 по улице Фрунзе попал на запись автовидеорегистратора. Напомним, что нападение случилось в 18.30 12 ноября. Обращаться можно по телефону, который вы видите на своем экране. В канун Всемирного дня памяти жертв ДТП в Новосибирской области вспомнят погибших в дорожных авариях. 15 ноября в 12 часов дня на площадке перед зданием кинотеатра Победа по адресу улица Ленина 7 пройдет специальная акция, приуроченная к Всемирному дню памяти жертв ДТП. Организаторы проекта, общественная организация «Форпост» и региональная госавтоинспекция традиционно в ноябре обращаются к жителям Новосибирской области и предлагают вспомнить и почтить память всех погибших в авариях на дороге. Эта возможность привлечь внимание водителей и пешеходов к проблеме обеспечения безопасности и рисках попадания в ДТП предостеречь от неосторожного поведения и сознательного нарушения правил, приводящих к трагическим последствиям. Центральным событием проекта станет специальная инсталляция, выполненная новосибирским скульптором, специально к этому дню. Полотна этого художника, написанные в жанре соцреализма, являются уникальным объектом не только культурного, но и исторического наследия. Недавно картины народного художника РСФСР, ветерана Великой Отечественной войны Ивана Васильевича Титкова отреставрировали и показали общественности. Дом офицеров Новосибирского гарнизона играет большую роль в культурной жизни города. Здесь работает крупнейшая военная библиотека, проводятся выставки, концерты. Здесь же с гордостью хранят картины новосибирского художника-фронтовика Ивана Титкова, который воевал, был под Сталинградом, дошел до праки. И на протяжении всей войны, во время боевых действий и повседневной жизни солдат, делал зарисовки, ставшие потом фрагментами его живописных полотен. 20 работ Ивана Титкова составляют уникальное наследие Дома офицеров. В них рассказано о тяжелых испытаниях, выпавших на долю фронтового поколения. Многие поколения школьников и военнослужащих видели эти произведения, но время беспощадно. Настала пора реставрации. В год юбилея Дома офицеров картины отдали на реставрационно-профилактические работы. И вот обновленные картины вновь заняли свое место. Перетянуть холст, покрыть новым защитным слоем, восстановить грунт и слой, сделать новые подрамники – это лишь небольшой перечень технических работ, которые сделали реставраторы. Конечно же, в этот день не обошлось и без воспоминаний о самом художнике, как о человеке. На торжественной встрече присутствовали дочь, знакомые Ивана Титкова и, конечно же, исполнители реставрационных работ. В изо-студии Дома пионеров, где я тоже в детстве занимался, висел подарок Ивана Васильевича Титкова – алтайский этюд. И вот этим алтайским этюдом в течение многих лет до сих пор восхищаются все дети, которые занимаются в этой изо-студии. Там на работе есть фрагмент, где изображена такая расщелина в скале. Так вот эта расщелина в скале написана просто одной каплей гуаши, которая вот так вот красиво растеклась. Произведение Василия Титкова относится к социалистическому реализму. Таких холстов уже не напишет никто. Поэтому ценность этих работ будет возрастать с каждым годом. А историческое значение этих картин просто бесценно. Дом офицеров – это единственное место в городе, где жители и гости города могут познакомиться с живописью художника, в которой сохранены академические традиции. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 220-2105. Спасибо, что были с нами и до встречи. Спасибо.